живешь за мкадом интернет не то чтобы плохой но не стабильный пинг прыг-скок как тот самый кот за мячиком но ты хочешь играть с комфортом и ровным пингом в свои любимые онлайн игры vpn твой выход и в этом поможет exit lag простая установка двухкнопочная настройка и достаточно хорошие показатели по выравниванию пинга что позволит комфортно и наслаждаться игрой а регистрируясь по моей ссылке найдете в описании тем самым вы поддержите канал всем удачи всем доброго кря-кря вот и праздничный месяц январь уже закончился и наступил февраль а это значит что зима вышла на свою финишную прямую и скоро будет солнышко цветочки травка и вообще тепло и мими ну а мы потихонечку продолжаем постигать премудрости нашей любимой игруленки кстати апдейт 7 9 вроде как уже приехала и скоро мы его изучим но сначала надо разобраться с одним из главных нововведений которая приехала недавно ну как недавно еще в конце декабря но только как две недели стало практически общедоступно всем оружие йогурта йоргоса зачем для кого и нафиг оно вообще нужно обо всем этом мы сейчас подробно и поговорим но как всегда перед началом не забудь прожать лайкосик подписаться на канал и чтобы нас становилось все больше а у меня было время на контент для вас любимых погнали и так сначала о последних изменениях оружие йоргоса приехал к нам еще аж 22 декабря но я намеренно не дел ролик так как с первого дня там была жуткая путаница в одной статье указывали с определенный список данжей откуда она падает в другой статье другой список в базе смотришь так там вообще третий и ты такой чё откуда где как и сидишь такой в непонятках и фиг знаешь куда бежать но после нового года уже как отгремели все праздники вроде как список утрясли и привели в норму теперь данное оружие стало не чем-то вау хер достанешь а вполне осязаемым и практически каждый игрок может его пощупать ну почти каждый это же корейцы а вы думали все будет так легко да первое самое главное кому вот просто маст хэв данный вид оружие это класса ближнего боя так как йоргус в первую очередь создавался как телескопа то есть меч кинжал двуручный меч посох копье булава это все оружие увеличивающее дистанцию ближнего боя давненько ближников не радовали и вот наконец-то подвезли если вы относитесь к этим классом то вам просто вот кровь из носа нужен данный вид оружия тут вроде разобрались все просто дальше все остальные классы так уж сложила свое не во всех версиях что вся линейка оружия которая делалась под телескопа была актуальна только для тех кого я перечислил выше а дальники страдали очень редкое исключение составляли магии барды которым периодически в разных версиях подгоняли оружие со скоростью атаки но это больше как исключение подтверждающее правило с йоргусом все немного по-другому эту линейку и корейцы додумались сделать актуальной для всех и это как вы догадываетесь хорошо да сразу тут вот сходу ремарочка чтобы уже просто не возвращаться к этому вопросу те у кого есть непревзойденка на плюс 9 10 могут болт положить на йоргуса на самом деле нет но об этом будет попозже но таких единиц и и все-таки непревзойденка позиционируется как мега уникальное ивентное донатное оружие которое хрен соберешь то есть чисто исходя из субъективной статистики какой-то хорошей точеной непревзойденки обзаведутся но максимум 10 процентов игроков остальным писящичку йоргус же оружие которое собирается исключительно игровым путем и на этом весь расчет то есть по итогу с ним в идеале должен бегать каждый но так называемый идеал относителен ибо дальше включается корейское чудо под названием вкр и хрен нам они так все просто как хотелось бы так как вступает в силу момент с его сбором и вот это самое веселое что во всем этом есть наверное откуда она вообще падает как я в начале ролика и сказал в момент ввода этого оружия в игру была дикая неразбериха и непонимание откуда она достается сейчас это привели все в божеский вид и главное что сделали это доступная для всех список данжей лаборатория стала легкая и обычная тень манорна мастерская прометенно легкая поместье бенирун алтарь пробуждения храм хасумандир легкий и обычный понятно в обычных версиях данжей она падает чаще в легких реже но падает лично проверял но вроде где достать разобрались что дальше то а дальше привет упор то есть корейцев сходили мы таки в данжек опа срб упал например лук йоргуса реликтовый незавершенный лук йоргуса да да то есть болванка которую мы будем превращать в нужный нам топовый лук вот вот у этих хомяков стоящих в ангисоне и келькмаросе а для этого нужно следующее заточить болванку на плюс 10 ладно это сейчас легко камни не проблема знак опыта 42 штуки но кто же вроде как не проблема набрать эссенция ремесленника 25 штук что за это фигнюшечка берется при переработке оружия йоргуса то есть чтобы вам крыдануть ваше оружие вам надо добыть еще несколько оружие не обязательно луков пофиг на слов чтобы получить вот этот ресурс с одного оружия падает примерно от двух до восьми эссенций цифры могут чуть разница так как брались на глаз но суть не меняется допустим возьмем среднячок четыре штуки с болванки то есть вам надо таких оружия еще примерно 6-7 штук помимо того которые вы играете но подождите стойте стойте это еще не все после того как вы сделаете первую стадию вы получите просто оружие йоргуса тоже реликтовая которая в свою очередь надо заточить уже на плюс 15 набрать знаков опыта 56 штук и еще дополнительные эссенции ремесленников 93 штуки и только после этого вы можете приступать к попытке апгрейда этого оружия в эпическое почему попытки да потому что при апгрейде у вас с каким-то шансом может получиться либо эпическая рушка либо сундук с оружкой йоргуса плюс 10 реликтовая и по неофициальной информации шанс на эпик где-то ну процентов 15 и как вам матрешка весело да и тут вы подумали ну вроде ладно не все так прям сложно да рандом но переживем а вот и нет встречайте матрешка в матрешке так как у нас есть три три типа йоргуса первое со слабыми основными параметрами но высокой дополнительной атакой тем кому в подпай не хватает той самой атаки второе с нормальными основными параметрами и высоким дополнительным критом тем кому надо в подпай дополнительный крит это кстати по большей части относится к непревзойденке, то о чем я говорил. И третье с нормальными основными параметрами и обычными доп статами. Плюс умение шедевр Йоргуса. Это пассивное умение, когда ваш персонаж атакует, в том числе и автой, с определенным шансом перед ним появляется зона усиления, действующая на персонажев и членов его группы. Умение Йоргуса имеет два уровня, второй активируется через 3 секунды после первого. Ну и все в таком духе. Но кстати, тут есть послабление. Уже на второй стадии апгрейда вы видите по какой ветке у вас получается оружие. Если оно вас не устраивает, вы можете его сломать на эссенции. Там их дают 20 плюс штук. Пипец, приехали, развлекайтесь. Ну да, многие скажут, да ну нахрен. Но на самом деле есть некоторые факторы, спасающие всю эту махину конструкцию. Первое. То, что ближникам как ни крути и ни верти, все равно надо собирать телескоп. То есть у них это приоритет. Значит нормальный ближник будет в это упарываться. Второе. То, что по сути все три типа оружки нужны. Одним одно, другим другое, третьим все сразу. Тем, у кого не превзойденка, нужен подпай с критом. Тем, у кого не хватает атаки, подпай с атакой. Те, кто хочет просто заиметь себе оружие хорошее с новой пассивкой, те пытаются собрать его. Плюс к этому масса вариантов опять-таки все с тем же подпая. Третье. То, что вся эта фигня полностью игровая и в данный момент очень хорошо стимулирует экономику игры. Особенно после нормализации выпадения в данжах. Хотелось бы побольше, конечно, ноу пофиг. Так как оружка падает не часто, но падает все-таки даже с нуба данжей. Которые могут фармить практически все. Данного оружия, в частности болванок, достаточно много на ауке. Но при этом из-за вот такой вот огромной матрешки, оно не падает стремительно в цене, а держится на уровне. Что собственно и позволит тому же ну например нубику если сролит, продать его и обзавести скинаркой. А тем игрокам, которые начинают свой крестовый поход в собирании этого оружка, покупать это не совсем по заоблачным ценам. Да, чтобы собрать себе это оружка, надо упарываться, кастрировать трату своих ресурсов в других направлениях. Во благо этого сбора. Но с другой стороны это игра и в ней надо что-то делать, а не просто подпирать аукцион. Плюс к этому я уже говорил, непревзойденка слишком уникальна и малодостижима. Прям вот всеми слоями игроков. Та же буря из пхаса пока к сожалению также остается где-то на слабом уровне достижения даже для среднего игрока. А вот Йоргус как раз достижим всеми. Да, через геморр, но достижим. Вопрос то только в упорстве в данжи или в кенару или в то и в то. Плюс Йоргус уникален во всех его направлениях и как подпай, и как основное оружие, и как оружие с пассивкой. И хоть все три сразу выберите и упарывайтесь в них. Сама система того, что это не узконаправленное оружие для определенного круга людей, а нужное всем, уже огромный прогресс для корейцев. Еще бы с матрешками что-то сделали, цены бы не было. Так что, как цель в игре вполне адекватно себе ставить сбор Йоргуса. И даже если не ставить и забить на это болт, то идя в какой-нибудь данж и с роли это оружка, вы получаете приятный бонус в виде лишней кенарки. Как-то так. Всем удачи в сборе, побольше благоскованности дропа на выпадение Йоргуса, но главное не забудьте поставить лайкосик и подписаться на канал. Все, всем пока-пока.